Добрый день, друзья! У нас сегодня в обзоре очередной наловник от компании Armitec. Это новинка, которая появилась недавно. Модель называется Wizard C1 Pro. Ну и само название намекает на то, что это более компактный вариант флагмана их линейки Armitec C2 Pro Max, на которой я тоже делал обзор. Можете пройтись по подсказке сверху. Для начала сравним габариты, вес. Так, вес вот этого малыша в комплекте с аккумулятором. Вот он примагнитился у нас резко. 76 грамм, что-то мне кажется. Да, все-таки 76 грамм, очень легенький. По сравнению с большим, который весит 152 грамма, более чем в два раза. Ну, сравнивать с большим я не вижу смысла. Мы будем сравнивать с аналогичным по размеру бюджетным с афирным. Модель HS05. Я покупал этот фонарик для своего сына, как первый налобник. Ознакомительный, так сказать. Цена была вполне бюджетная. Стоил он на Алиэкспресс в районе 1200 рублей. Питается от аккумуляторов формата 14500, либо пальчиковых батареек AA. Какие нарекания конкретному моему сыну возникли насчет этого фонаря? Ну, естественно, первое – это очень маленькое время работы. И высокий разогрев головы. То есть, разогревается он очень быстро. И с максимального турборежима быстро перескакивает на средний. То есть, падает у него резко яркость. Есть еще над чем поработать. Но модель эта старая. Насколько знаю, уже снята с производства. Решил я, конечно, не следить за тем, как обновляется линейка с афирным. Взял ему подарок вот такого малыша. Вполне симпатичного, проверенного временем. По самой компании Армитек много дифирамбов петь не буду. Скажу лишь, что у меня около 5-6 фонарей различного плана. В том числе и наключники. На все эти фонарики я делал в свое время обзора. Вышел из строя только тот, который я покупал самым первым на eBay. Это было в семнадцатом году. Как раз в это же время, где-то под Новый год. Он у меня исправно прослужил пять лет. И совершенно внезапно загнулся. Просто перестал включаться. Но так как был пятилетний срок гарантии, обращаться я уже к официалам не стал. Сейчас у них расширенная гарантия до десяти лет. В принципе, если там в офисе не могут его в течение пятнадцати минут оживить, реанимировать, по идее должны поменять. Можете в комментариях поделиться своим опытом, насколько оперативно происходит замена этих фонариков. Ну а теперь давайте посмотрим на габариты. Этот малыш в длину у нас около семидесяти семи миллиметров. Аккумулятор здесь формата 18350. Удлинителя в комплекте нет. Потому что делал я как-то на бюджет, тоже на лобнике от Сафирна. Там шел в комплекте удлинитель. Можно было использовать фонарь с двумя типами аккумуляторов. Но по практике подарил я два такие фонаря своим племянникам. Мне уже успели куда-то посеять эти удлинители. Используют штатно, обычно самый емкий аккумулятор формата 18650. Что касается габаритов самого крупного флагманского фонаря. Он естественно на голове выглядит более монструозно. Тут почти в два раза. Длина не дотягивает немного. 12,2 миллиметра. Мелкий Сафирн. Самый мелкий в их линейке. 85 миллиметров почти что. Но если поставить их оба для сравнения. Этот по пузате. Этот более тонкий. Что он сразу отметил для себя. Успел немножко потаскать его на даче. Сразу понравился естественно цвет. Более мягкий. Не так сильно желтит как у Сафирна. И сказал что нет абсолютно разогрева. То есть он не чувствует на своем лбу вот этот разогрев диода. Работает все это мягче и более стабильно. Фонарь в принципе имеет классическую форму. То есть отсутствие какого-то рифления на корпусе. Гладенький, матовый. Имеет по бокам головы два лыска. Сделаны для того, чтобы фонарь на плоскости у вас не особо перекатывался. То есть некая блокировка от скатывания. Ну и в отличие от такого же малыша. У них есть еще такого же плана фонарик на аккумуляторе 183050. Называется он ELF. Он имеет магнитную зарядку. У ELF порт встроен прямо в корпус. Причем ELF насколько я понял тоже обновился. Раньше он шел с портом архаичным micro USB. Сейчас они перешли на порт Type-C. Уже давно распространенный. И переделали по моему заглушку если я не ошибаюсь. У меня есть удлиненная версия ELF C2. О нем я расскажу уже в следующем обзоре. Теперь по комплектации. Ну коробка понятно пестрит полиграфии. Сбоку указаны все режимы этого фонарика. По сути он представляет собой продвинутую версию Wizard. Вот это вот большого. То есть имеет такой же практический функционал. Но меньшую яркость. В максималке он выдает 930 люмен. Дальше уже переключается на 465. Отличий в принципе в лесу в темное время суток особо нет. Даже в сравнении вот с этим фонариком. Я сравнил их в максимальных режимах. По яркости не особо там видно вдаль что происходит. То есть в принципе этот малыш выдает достойный свет. Для того чтобы ориентироваться как-то в лесу. В потемках на ближайшие там 50-70 метров. Выпит стабильным. В коробке находится вкладыш. Фонарь упаковывается вот в такой вот блистер из пенки. Крепление самое простое налобное. Одно ременное. Для кого-то возможно это покажется недостатком. Но крепление можно в наше время купить какое угодно. Те же трусы так называемые. Которые имеют поперечную лямку для более жесткой фиксации. Фиксация самого фонаря в корпусе тоже достаточно простая. Однако мне показалось что она слишком такая хивая что ли. То есть если чем-то экстремальным заниматься. Куда-то бежать и потом резко упасть. Либо дернуть головой. В принципе вылететь может. Не помешало бы конечно сделать страховочную резинку. Как это выполнено на флагманской линейке. То есть там фонарь будет держаться у вас жестко. Там и само крепление жестко держит. Плюс сверху идет резинка страховочная. Есть регулировка ремня по ширине охвата. В принципе ремень достаточно хороший. У него нет конечно внутри никакой гелевой пленки. Которая стопорит движение на потной голове. Если можно так сказать. Но есть два фиксатора. При помощи которых в принципе можно фонарь отрегулировать. Он будет жестко держаться и не его возить. Далее в комплекте идет кабель зарядки. Он выполнен вот таким вот образом. Хотел проверить на универсальность. В принципе сделали они крышку универсальной. То есть диаметр крышки подходит как вот к этому малышу. У которого аккумулятор в диаметре имеет меньший размер. Так и к этому. Для того чтобы подзарядить. Нужно на одну четвертую открутить. Прислонить. Воткнуть в адаптер. Адаптер не идет в комплекте. Во-первых снижает стоимость самого товара. Во-вторых адаптер бывает разными. Можно взять какой-нибудь наверное мощный адаптер. Под свои задачи с двумя портами. Одновременно подзаряжать и телефон. Или какой-нибудь там другой гаджет. У зарядки имеется индикатор. Я сейчас включать не буду. Показывал уже не раз как все это работает. С тремя цветовыми обозначениями. Красный это полностью разряженная батарея. Оранжевый это по-моему остаток до 15% подзарядки. И зеленый цвет сигнализирует уже о том что фонарь полностью заряжен. Управление тоже достаточно простое. Здесь фонарики есть. Сейчас мы посмотрим на инструкцию. Инструкция емкая но с мелким шрифтом. В общем в фонаре есть два типа управления. Переключаются они между собой при помощи откручивания крышки. На данный момент сейчас классическое управление. Он запоминает последний режим включенный. Я вот тут тестировал режимы стробоскопов. Переключение на более мелкий режим. Самый онлайтовый. Здесь вот в этом меню находятся три базовых степени яркости. На коробке в принципе они все обозначены. Двойным кликом переходим во второе меню. Здесь то же самое. Удержанием клавиши можно перебирать один из трех режимов. Основной используемый свет это вот второй. То есть в турбо слишком быстро просаживается аккумулятор. Он наверное больше для каких-то экстремальных случаев. Когда нужно быстро осветить поверхность где-то вокруг. Не знаю в лесу ли выходит. Еще где-то для ориентировки. Турбо режим включается тройным кликом. Здесь всего две ступени. Это максималка 930 люмен и 410. Разница не такая большая. Хотя в цифрах все это выглядит в два раза. Но по факту в лесу не особо сильно бросается в глаза. Ну и режим стробоскопов. Мы сейчас вот оставили его в турбо режиме. Вот режим запомнил. Тройной клик. Здесь три спец режима. С разной частотой. Перебираются опять же удержанием клавиши. Сами можете видеть значение. Я стробами на практике очень редко пользуюсь. Единственные эффекты которые можно получить от этого режима. Это отпугивание каких-то животных. Для дезерентации ночью. Если у вас была практика применения. Помимо велосипедов понятно сзади можно поставить его на самый слабый режим. И как-то маячить в темноте. Чтобы вас случайно там никто не задавил на машине. По комплектации еще забыл сказать. Идет клепса и запасное колечко. Голова здесь не разборная. Разбирается у нас только задняя крышка. Здесь уже стоит одно кольцо. Все промазано силиконом. Вот такой вот мимичный аккумулятор. Минимум железа в корпусе. В торце крышки установлен по умолчанию магнит. Сейчас практически все фонарики имеют такую опцию. Тоже самое у Сафирна. Магнит вещь хорошая. Полезная фонарь можно прикрепить к любому металлическому корпусу. И получить более направленный свет. Простой режим переключается путем отворачивания крышки. Вот таким вот образом. И рандомно у нас переключается яркость. Турбо опять же включается двойным кликом. В крышке имеется отверстие под темляк. Однако сам темляк не идет в комплекте. По крайней мере у меня в коробке его не было. Но темляк на налобном фонаре я практически никогда не использую. А вот клипсу я рекомендую одеть сразу. То есть в любом случае фонарь становится сразу функциональным. Во-первых вам не надо где-то отдельно носить эту клипсу. Запоминать где она лежит. И прицепить можно как на бейсболку, так и на лямку рюкзака. Функционал только повысится. Стоимость фонаря на текущий момент составляет 6900 рублей по моему у официалов. Желательно брать фонарь с теплым диодом. Он сам универсальный. Несмотря на то, что в характеристиках дальность у него меньше. На самом деле никак это не влияет. Теплый диод он меньше напрягает зрение ваше в темноте. Более комфортный свет. Ну и в условиях тумана, повышенной влажности. С теплым светом передвигаться заметно лучше и комфортнее чем с холодным. Для кого подойдет этот фонарик. В первую очередь наверное я бы рассмотрел его детям. Низкая нагрузка на голову. Либо для людей которые минимизируют по максимуму комплект переносимого оборудования. В принципе работы этого фонаря на средних режимах хватит на 3-4 часа. Если кто хочет увеличить функционал фонарика. Я бы рекомендовал рассмотреть модель ELF. Не знаю появилась ли она у них с этим новым портом Type-C в продаже или нет. Потому что обновление произошло буквально недавно. У ELF есть функция работы от пауэрбанка. То есть вы можете куда-то во внутренний карман сунуть пауэрбанк. Протянуть провод. Воткнуть его сзади. Конечно не совсем удобно расположен сам порт. По работе ваш фонарик будет ограничен только емкостью вашего пауэрбанка. На этом все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok